и давайте приступим к распаковке 2 коробочки тоже самое здесь вот это мишура выбрасываем и высыпаю я вот в такую черную коробочку все посмотрим что здесь за сокровище нас ожидают такое количество украшений и давайте отодвину и постепенно буду доставать упаковочки так первое что я вижу да я поняла почему продавец их упаковала вот так чтобы понять что действительно возможно это в процессе перетранспортировки перевозки до было повреждено либо это так и повреждено было и продавец чтобы не потерялись вот эти детали упаковал в отдельный пакетик но очень красиво мне нравится именно вот такой этнический стиль что-то мексиканское в этом есть и это дерево натуральное деревянное возможно да я сейчас подумал возможно это из кокоса что-то натуральный материал то что натуральный материал это точно так и оставлю я в этом мешочке конечно отремонтирую и буду носить вижу что-то сначала достану все что в мешочках до упаковал продавец мешочки по принципу парности чтобы до аккуратно было и это вот такие серьги конечно они тоже потеряли свою форму я думаю что можно создать форму любую проволочная основа довольно таки интересные сережки тоже так же я их и упакую как и было конечно все украшения после того как покупаю я винтажные текла она обязательно мою и посмотрите опять то же самое это не пластик похоже на молочное стекло и они очень грязные конечно их нужно мыть приводить в порядок но бусы такие классик классика классика приятные сразу берут самые крупные и вижу что очень украшения в мексиканском стиле да вижу что есть так я не поняла что это как это возможно вот так три ряда да здесь вот есть разрыв туда не составит закрепить натуральное дерево в таком этническом стиле украшения деревянная ручная роспись нравится мне такие вещи красивые тоже бусы очень красивый цвет вижу вижу что это стекло вот эти вот бочоночки стеклянные трубочки немножко перепутано нет все хорошо с ними очень красивые вот эти вот точно носить буду маркировки нет но сочетание мелкого бисера и такой переход в изумрудный малахитовый цвет сочетание с таким белесо-зеленым малахитовый красивый зеленоватый салатовый какой-то цвет и очень красивые стеклянные вот эти бочоночки очень красивый нас следующее увижу что-то невероятное даже не испугалась на что это такое а это вот такое вот колье чудное как змея очень интересное да можно его и как колье смотрите это такие металлические колечки они как-то так закреплены так я хочу понять что это правда просто вот такая вот форма вот в такой форме бусы можно сделать что угодно из этого очень интересный раз такое не встречала так это что дорого-богато это заколка для волос помнить вот такие были механизмы у заколок это что-то из восьмидесятых точно дорого-богато очень красиво воспоминания до из восьмидесятых приветик так следующие бусы а это вот остатки на всех бусы из предыдущего лот я думаю что я их соберу будут интересные такие мелкие бусины а это а это вот до меня уже порадует уже настроение до повысилась так смотрите застежка и стеклянные перламутровые бусины с очень красивым цветом цвет сиренево-розовый припыленный я очень люблю жемчуг как обратная сторона выглядит замочек рабочий очень хорошие бусы как через бусину или через узелок я не вижу как они переплетены до через узелок очень красивая и длина хорошая следующая что я вижу интересное чудо чудное дело дивное посмотрите какая красота и это натуральный жемчуг очень красивого цвета как его называют барочный жемчуг до неправильной формы и очень интересное коллеги посмотрите как не спадающий вот в этой в этом стиле вот этой формы у меня есть колье тоже из-за жемчуга но это выглядит намного интереснее сочетание прозрачных бусин бусины немножко имеют покрытие б с одной стороны чуть-чуть и очень интересное переплетение вижу что это родная застежка и вижу да что есть видите ремонтировали был разрыв и либо это в таком стиле начинается плетение я не знаю но здесь тоже три нитки очень красивое украшение застежка сейчас откроем до стежка рабочая очень красивая и колье просто великолепная очень красивого цвета жемчужины они даже не коричневые не серые зеленый зеленого там передали его вам очень красивая коллеги очень красивая носить буду с удовольствием так вижу еще одну красоту но это уже вот так вот тоже в стиле бога и я вот чувствую что бусины они какие-то мягкие мягкие как прорезиненные немножко с эффектом деревянных тоже так интересно довольно таки смотрится кстати у меня в прошлое лоте в прошлом видео возможно вы видели есть кулоны есть кулоны и думаю что вот к этим бусам кулон какой-то из кулонов подойдет все таки так следующее что у нас ракушки ракушки ракушек у меня много и бус много из сережек из ракушек много что особая на них не буду останавливаться идем дальше какая интересная вещица и это вот такой кулон в которой можно делать закладочку на что-то складывать здесь вот застежка здесь застежка как он открывается даже не знаю как открыть наверное нужно чем-то поддеть ну вот подобного стиля меня были украшения тоже в стеклянной такой коробочке можно положить либо кристаллы либо какие-то камушки натуральные и в качестве кулончика носить такая штука интересная следующее вижу вот что это браслет да это полноценная нормальный браслет застегивается но вот с такими красивыми голубыми перламутровыми бусинами очень нежно выглядят тоже браслетик мне это нравится перламутровые стеклянные очень красиво так идем дальше что-то в коробочку положил продавец и это брошь брошечка вижу что очень старенькая и очень интересный интерес во всяком случае вызывает у меня почистить ее нужно но она в таком стиле барокко видите эти завитки симметрия это брошицы интересная следующий тоже мешочки но это вот тоже привет из восьмидесятых когда говоришь восьмидесятые кажется это не так давно на самом деле уже восьмидесятые это уже винтажный возраст имеет видите отошла вот это вот наклейка красивущая который думаю что конечно подклеить ее можно и как память о восьмидесятых сергей эти пускай будут думаю что по причине того что вот дефект такой весь проданец положил их мешочек чтобы не потерять люблю я такие приветы из молодости так следующее а это целый мешочек красоты не только закрыта но и на скрепку собрана скрепочку открывать не просто вижу посмотрим что за красота тут нам покажется тоже привет из восьмидесятых крупные серьги такие вот стрелочки подложки папарази я не знаю что это такое сделано китай 1 лето подложка либо нет и вот такая чудная брошь на брошь явно старенькая и у меня ощущение такие что это роза вообще не на своем месте либо здесь чего-то не хватает я вообще считаю что это розочка она не родная здесь что-то было другое либо какой-то кабошон был либо какой-то знак был в любом случае это вот неуместно хотя роза очень красивая очень похожа на натуральную кость надо думать что делать с этой чудные вещицы так следующее ой какая красота новогодняя тема это моя любимая тема я коллекционирую украшения именно новогодние тематики собираю броши различные серьги подвески все что связано с новым годом я это вот такие колокольчики они через меня ки шарики елочные очень красиво это меня прям порадовало всегда радуюсь новогодним украшением и снежинки такие с блеском красивый так здесь цифра 10 что он тяжелая перламутровая что обозначает не знаю ну вот 1010 и что тут у нас это серьги серьги винтажные вижу тоже где-то шестидесятые-семидесятые красивая эмаль очень красивый такой баклажановый цвет такие тяжеловатые красивые вполне можно надевать и современных каких-то аутхитах нарядах так вижу тоже что-то очень красивая вот в этом стиле да у меня уже есть тоже украшение это ракушка перламутр это перламутр и это крашеный перламутр у меня есть такое украшение в красном цвете тоже очень красиво а теперь вот еще и в розовом в летних нарядах использовать их вполне реально вполне можно почему бы и нет такое украшение натуральная конечно буду все это отмывать возможно краска сойдет не знаю так следующее что у нас тут ну вот такие мелкие браслеты которых в прошлом пакете было много а это вот нечто интересное тоже браслет нет он в порядке зачем подумал что он перекрученный но очень красивый браслет тяжелый с такими кристаллами и выглядят не так нарядненько кристаллы сверкают хорошо интересный браслетик что у нас осталось по моему здесь есть должна быть маркировка нет маркировки нет но в этом стиле у меня есть тоже колье это семидесятые тоже интересно довольно таки обычный браслет с кристаллами такой нарядненький интересненький браслетик с хорошими очень кристаллами кристаллы в лапках так следующее что тут такое чудо а это непонятная деталь но вот такая кисточка сплетенная что-то где-то это вешалось возможно на сумке это висело здесь такая застежка какая-то висюлька украшения так здесь да я поняла это серьги перья очень люблю перышки а это не просто а это страусиные перья смотрите какая красота очень красиво очень красивые перья нежные нежные летом просто великолепно будет конечно требуют они бережного такого обращения поэтому я их обратно так вот в мешочек и положу так осталось совсем немножко мои дорогие и это вот такой браслет так маркировки нет но вижу что браслет был с шармиками у меня вот есть много одиночных сережек и вот они пойдут в качестве украшения к этому браслетику будет такой браслет дополню его красивыми шармиками будет он радовать меня такая штучка так следующее вижу что это это браслет очень похож на кора так но маркировки я не вижу опять перышки очень люблю я тему перышек очень красивый браслет у меня есть комплект там колье серьги и перышки в серебряном цвете а браслета не было сейчас вот я очень рада что таком браслет у меня появился классный браслетик конечно нужно помыть обратная сторона вот такая здорово так идем дальше осталось немножко терпения так еще в пакете серьги отдельные отдельные так тоже чувствую что это стекло холодное и тяжелые с молочным стеклом видите как звенит тоже красивое сочетание бело-синим что-то какая-то морская тема какие-то уже интересные сережечки обратно тоже их положу пакетик вот грязный мыть конечно нужно видите все руки у меня уже запачкала от удовольствия конечно нет терпения одиночная 5 такой же браслет но на цепочке почему-то причем пока запаянная цепочка такие два браслетика кстати вместе очень хорошо смотрится так что тут ой какой великолепный браслет кристаллы а б с такими разделителями это 50 и у меня есть подобного стиля браслеты и вот этот браслет мне очень даже очень очень красивый цвет небесно-голубой какой-то даже бирюзовый красивый браслет так идем дальше брошь пин с ангелочком очень люблю ангелочков собираю тоже их и это брошь пин маркировки не вижу а нет то есть маркировка и тут есть маркировка ну через камеру могу сказать что это такая милая вещица так что следующее у нас тоже хэдмэй кто-то сделал вот такой вот браслет но вижу что интересные очень бусины посмотрите старая застежка и красивый очень стеклянный очень стеклянно очень красивый такой стеклянный кабошон тоже куда-то возможно пригодится так и тут у нас осталось совсем немножко это вот такой браслет браслет без маркировки такой интересный тоже довольно-то старенький браслетик думаю что это сороковые пятидесятые даже тяжеленькие здесь вот что-то современное так это вот сочетанием бусин так кстати вот эти вот синие бусины стеклянные так это стеклянные бусины в таком сочетании цветов мне кажется собрали все что было а вот такие сережки гвоздики красненькие хочу посмотреть они тоже стеклянные такие вот миленькие красненькие и последнее что осталось это вот такой браслет да имеется застежка у него маркировки нет такой вот акцентный такой я бы сказала экстравагантный браслетик и последнее вот такой современный браслет с солушкой которая потеряла свое пузико или возможно нет возможно так и задумано нет я сказала что потерял ничего она не потеряла она просто перевернутая ну все коробочка опустела мои дорогие друзья пишите свои впечатления свои комментарии очень интересно мне узнать ваше мнение по поводу этой распаковки я надеюсь что вы как всегда с пользой удовольствием провели вместе со мной время с вами была оксана всем всего хорошего пока пока пока